Впервые электронная оплата за проезд через так называемый валидатор появилась около двух лет назад. Конечно же были огрехи, сбои программного обеспечения, но если все работает как часы, удобство несомненно оплата в один гривень. Пересаживаемся в маршрутный автобус и здесь у водителя, рядом с монетами для сдачи, терминал для оплаты банковской картой. В один клик, кроме оплаты, за проезд пассажиры еще получают кэшбэк. Возврат денег до 20% по бонусной программе. Ну знаете, что пока немного, потому что нововведение только начинается, разворачивается. Ну люди некоторые, которые оплачивают картами, им нравится, а которые шибко-то не знают, начинают спрашивать, что есть терминал, нет. В планах охватить все маршрутные автобусы, говорит директор компании, внедряющий электронный сервис. Мы с вами находимся на конечке 44-го. Здесь можно сказать, что это маршрут один из первых, которые оснастили все 100%. Кроме того, сейчас идет оснащение всех маршрутов, которые ходят в микрорайон Восточный. В планах окончить полностью оснащение до конца марта. А понимание у руководителя организации, владельцев транспортных предприятий есть, что это удобно? Ну, конечно, есть. Руководители тоже живут в прошлом веке, они понимают. Для пассажиров главное, что оплата по карте предполагает гибкую систему скидок. К примеру, в Чите льготники при оплате по карте уже оплачивают не 20, а 10 рублей. Намсара, Намсара. Жаргал Цернашиев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова